когда смотришь на книги то вот это вот ощущение что живешь и жизнь она ну у меня измеряется этапами книгами то есть пролетает мгновенно день прошел кто-то ну вот я например думаю так а что я сегодня сделал что интересно для себя ну там для социума вот и когда смотрю на книги я успокаиваюсь что жизнь моя проходит но она ну не зря вот ну а если говорить про книги и про жизнь конечно здесь есть честно скажу прямо элемент тщеславия потому что издательства матов психологи сразу скажу у человека видимо что-то там но когда я выбирал это революционная традиция в германии это кстати посмотрел и понял что я отвечаю своим именем именем своего рода за качество и прежде чем дать имя издательству я естественно посоветовал со всеми своими родственниками с братьями со старшими вот они мне сказали конечно можно только ильдар и это является причиной что я печатаю не все я издаю не все пусть это будет супер прибыльная книга но если там что-то не по совести по моей до совесть моя совесть мы мерила я не беру это зачем потом меня внук спросит дедушка зачем ты это издал впервые задал этот вопрос после твоего обращения и когда ты написала пост как это удается я начал думать интересно действительно как посмотрел на изданные книги а их за 20 лет там больше 250 я посчитал а это не коммерческое издательство надо сказать посмотрел на города нашей страны в которых я побывал и за границу я особо не беру в расчет ну потому что за граница комфортно интересно было когда открыли железный занавес а вот наша страна это такая планета неопознанная и еще долго долго можно будет ее исследовать я говорю не даже не столько землях водах лесах сколько людях вот и как-то так получается что они уверены не так как-то получается так должно быть что на своем жизненном пути я встречаю очень много талантливых интересных людей которые живут по-настоящему которые стремятся познать мир себя и вот наша встреча сегодня я спросил сам начале зачем мы пришли услышал разные варианты ответов вот и для себя я тоже задавал вопрос зачем я здесь зачем я занимаю ваше время ведь информации действительно очень много и слов которые мы произносим их даже избыток и как-то раз мы обсуждали с автором евгений получим сапира нынешнее состояние издательского дела и пришли к выводу что людей пишущих больше чем читающих мы пишем мессенджерах смс как там работы какие-то научные популярные стихи сейчас это все доступно оргтехника позволяет быстро набирать тиражировать и информации очень много и очень много в том числе и вот ну такой скажем так не совсем нужной мусора которую прямо едешь в общественном транспорте вот этот вот гул разных звуков кто-то по телефону говорит кто-то рассказывает какие-то истории и последнее время мне очень тяжело дается поездка в общественном транспорте а книги это большая ответственность конечно же можно напечатать сейчас все что угодно и к нам обращаются люди состоятельные говорят вот вам деньги вот это вот мои там вирши стихи или проза или воспоминания как правило там вот такие работы такие рукописи мы как правило не берем объясняя тем что у нас есть издательская программа это этнография это путеводители и библиотека российской поэзии причем поэтов действительно школы назовем так пушкинской школы где вот русский язык он действительно язык как явление они как вот поток звуков зачастую сейчас для того чтобы пробиться вот стать в топах лайканье там просмотров эпатажность везде там крепкие словечки я не ханжа я филолог я понимаю что и бранное слово которое сейчас считается бранным да а до 18 века вроде бы ну не было так вот табуирована да эта речь но это все но очень сильные слова которые несут в себе но разные смыслы разные заряды это могут быть и жесткие такие которые звуком своим повредить могут ну информационное поле однозначно я немножко углубился в сторону не обязательно вред шахтеров это вообще орудие труда либо да 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 я я иван Алексеевич я говорю про ну про разные грани грани этого слова иной раз когда стукнешь молотком по пальцу ну вот грешен но боль проходит быстрее боль проходит быстрее да и я помню ну раз уже пошла речь о том как я успеваю язык тоже мне помогает в этом на самом самом начале своей карьеры издателя книготорговца когда еще работал в школе учителем немецкого языка но это уже был май месяц праздники я съездил в узбекистан ташкент поменял 10 книг екатерина великая история жизни толстые фолианты такие вы изданные издательством терра на тот момент только-только начинающимся в стеснении в хорошем переплете и когда я показал руководителю республиканского книготоргового вот это вот объединение эту книгу и я понял что а это человек уже прожил жизнь вот начитанный вот видно интеллигентный человек мы с ним разговаривали на татарском языке он сразу так говорит там ильдарку ильдэн ну и так далее будешь ли пить чай как у Наташи сегодня вот и когда я показал книги мы говорили обо всем вот и вот восточная восточная такая модель поведения ну и потом уже в конце спрашивает ильдара вот что ты хочешь игру ну вот у меня книжки из 10 книг меня снарядили пермики мои друзья вот что-то надо с ними сделать я вообще не разбирался не в издательстве и был только читателем я покупал три дорога книги а это был там 86 91 год когда более-менее уже стали появляться какие-то книги напечатанные ну не в крупных издательствах появились латиноамериканцы это меня все очень увлекало как филолога я говорю вот поменять бы эти книжки вы проси что хочешь как в сказке позвала секретаря там помочь зухраю звали она принесла мне большой список книг и я начал выбирать так картосара обязательно там ну и начал начал брать на свой вкус то что мы проходили по зарубежной литературе и звоню своему первому компаньону александру и кубчику гри саша вот тут вот я выбрал книги ну давай читать какие книги это еще телефон межгород дорого но мне позволено было но ему перечислил он говорит и все и русаш ну тут есть вот дюма есть там кристи какая то есть ну ну ка еще что есть и он начинает значит я говорю так вот ну вот есть вот там вот это вот книга так этого бери там столько-то этого столько игру саш но это же ну кау-ка у кого-то зачем это надо бери я значит на 10 на эти 10 книг набрал 5 тонн контейнер книг вот это вот всего и первый раз жизни манчил урон я попросить учу первый раз жизни был для меня урок маркетинга и бизнес вот этого подхода брать не то что тебе хочется читать тебе вот мне лично и да а то что продается конечно же этот контейнер разлетелся на ура рентабельность была 300 процентов минимум то есть там книжка стоила три рубля например да здесь она продавалась 9 и выше ну и когда я пришел на товарный двор чтобы разгрузить этот контейнер я же учитель будет крановчику обращаюсь который сидит там будь и так добры возьмите пожалуйста вот мой контейнер вот переместите туда я получил все разнарядки и все бумажки которые необходимы были накладные тишина на меня не обращает вообще никакого внимания сидит и милейший ну не откажите в любезности он посмотрел и опять так меланхолично дальше стал сидеть я потом вы так бы сразу и сказал и он меня понял сразу что надо переставить контейнер с одного места и погрузить машину так вот германии мне дали базовое образование по издательству и можно сказать прямо в печенки вбили вот все что касается авторского права маркетинга продвижения вот я оттуда приехал европейское образование скажем так в издательском деле передовой потому что это был концерн bertelsmann он и до сих пор является в топовым таким концерном сфере медиа проходила практику в том числе на bertelsmann клуб это клубная система порядка 300 филиалов по германии настолько все грамотно и красиво просто это работало сейчас этого клуба нет потому что ну книги уже перестали быть именно вот ну перестали вот такую роль иметь как раньше да в плане получения информации развлечения знаний получения но вот это дало мне очень большой базис когда я приехал в нашу страну представляете там 93 94 год судьба опять сказал эльдар ты хочешь поработать вот вы знаете это нормально так не вот в этих здесь стреляют убивают деньги какие-то там комсомольские партийные профсоюзные огромные деньги они вот мимо меня ходят постоянно хотели втянуть в это дело я как-то не знаю чутье видимо зачем большие деньги нужны и тем более вот эти вот ну непонятно откуда взять взявшиеся дав из фондов вот поэтому мне предложили ну предлагали работать остаться в германии но как-то мне это предложение не не глянулась все-таки я родился в самой большой по территории стране в самой великой это моя родина и жить вот в этой маленькой германии может быть если я был был фон маматов дворянского происхождения в германии наверно жизнь бы другой была вот так вот ходить 8 утра на работу там семна ну в 1232 обед в 1245 заканчивается это точно не моя история естественно домой но я работал в москве в издательстве разе он феркер ферлак немецкое издательство которое было куплено концерном бертельсман и вот я принес с собой первые свои труды это карты моя страсть многим мужчинам нравятся карты значит тут пока написано на немецком было до москау дзюд москау норд вот это мы издали мой первый труд мне в жизни всегда везло и везет на встрече с талантливыми людьми с александровичем черных мы познакомились 90-е годы когда он еще был студентом историком на историческом факультете университета и мы вместе с коллективом фольклорным выехали в ганновер я являлся таким администратором этой поездки так как германия для меня уже в то время была весьма понятной все логистика язык ментальность вот поэтому я помог коллективу в этом и какой какое-то время спустя я заходя в университет суд клуб слушал песни которые пел коллектив фольклорный который создали мы будучи студентами филфака но это был такой под по студенческую весну по студенческую весну был создан коллектив там светлана караваева была одним из организаторов ну филологи потому что ездили по весим и поэтому надо было как-то это передать но и на студенческой весне естественно фольклорные там частушки сказы и так далее это все на ура все дошло и занимала гран-при вот потом из этого студенческого коллектива начал рождаться более профессиональный тогда пришел альбинский жук валерий и я организовал поездку в академгородок кстати 80 по моему пятом году этого коллектива затем мы в хохловке участвовали и он начал принимать очертания уже более профессиональные назовем так но профессиональным не в смысле зарабатывать денег а профессиональный подход основанный как раз и на экспедициях фольклорных и на людей которые консультировали на споры то есть там были споры не шуточные как звук воспроизводить открытые закрытые там ну и так далее вот я увидел в этом коллективе мало мало молодых людей в частности леса носичи порадовался прошли годы я увидел книгу поляки в перми открывали сам все еще ных ну такая нормальная книга издана в издательстве пушка ну такая ничем особо не отличается нормально 7 bc переплет вот и как-то мы разговаривали с ним могут это вы можете издать там ну что-то я говорю конечно мы издаем практически все до что возможно в наше время и мы попробовали с ним я сейчас не могу вспомнить что это было по моему перед да но новое дополнение здание поляков вот еще и с тех пор началась наша вот такая вот я бы сказал даже дружба потому что начали ездить вместе в экспедиции по уралу а экспедиции это всегда много много ситуации которые показывают кто есть кто это палатки это южный урал змеи там ползающие вокруг палаток и так далее но и здесь очень важный элемент доверия поэтому мы удивляемся до сих пор работоспособности александра васильевича и коллектива с кем он работает и молодых ученых и корифеев иван и сесть вам спасибо огромное и сейчас получается что из 250 книг ну наверное половина или треть точно издана по этнографии и это ложится очень хорошо вот нам нам на мою жизнь на мою позицию жизни до народы которые населяют пермский край вообще урал и нашу страну сам я наполовину татарин наполовину башкир и вот эта вот смесь человека который пять лет детства своего провел в германии вот это все дает как раз то что мы сейчас держим в руках вот издание коем пермики очень массивная стильная с большим количеством иллюстрации до сих пор еще аромат краски и бумаги и вот мне еще нравится работать с александром потому что и мои идеи он воспринимает достаточно легко вот когда мы только-только начали работать и книжка позвольте я сейчас покажу он говорит давайте сделаем вот книгу красный круг по небу катается это с корм пермяками связан связанные здания да я говорю александр что там впереди еще он говорит ну там еще вот это вот есть может быть это его давай сделаем серию это маркетинговый ход хороший и правильный советских времен еще если вы помните юношеская библиотека дюма майн рид это все стояло на полочках вот давай давай сделаем серию потому что это в том числе поможет нам и реализовывать быстрее вот и вообще думали что это может быть коммерческая будет тема но она опять стал некоммерческой но не страшно вот и все это сели называть фольклор народов россии за эту серию я не знаю я дам а до многое это тоже моя любовь любовь к путешествиям ну и когда ездишь по каким-то местам городам начинаешь рассказывать это сами знаете все первые рассказ самые яркие 2 там и там по прошествии но чё там как ты съездил то нормально все хорошо а на самом-то деле вот соликам смотри да город в котором я со студентства бывал и только лишь уже в зрелом возрасте когда я прошел ногами по центральной исторической части когда познакомился самое главное с людьми они все люди которые любят этот город и вот их отношения вот это чувство она тоже передается и я тоже полюбил соликам хотя изначально когда я первый раз о нем услышал и услышал как город вечно зеленых помидор так вот на надо же показать мощь этого города а как ее показать на картинках на видео это все как-то не так надо пройти надо посмотреть а как пройти надо иметь какого-то гида поэтому мы ну во-первых формат выбрали опять же перелопать в десятки разных путеводителей мира для того чтобы составлять на мой взгляд правильный путеводитель я в петербурге отучился три месяца на экскурсовода переводчика поэтому я знаю от чего засыпают люди в автобусах да и что их интересует вот поэтому предшествовал большая работа в 2008 году я был в одессе там организовал для своих партнеров сеть желтых страниц вот ну и вечерами что делать в одессе вечерами когда засадит солнце вспоминать о родине потому что моя душа и мое сердце рвалось на родину в осу реально это так хотя одесса хороший город и все вроде бы там ярко и я подумал что давайте-ка я сдам путеводитель оса с олегом трушниковым дизайнером известным и талантливым он придумал эту обложку он придумал вот это вот разбиение по страницам по главам и так далее вот это вот ритмика издание и она глянется поэтому когда я спрашиваю допустим у вас есть путеводители они желтенькие везде в любом городе лена экскурсовод подтверждает до желтенькие путеводители они как солнце ну и потом мы пошли дальше конечно же по соликамску по кунгуру каждый может издать попробуйте взять по кудым кору интересно чтобы там захватывающе было мы конечно же снабжаем это еще аудио гидами у нас есть для людей с ограниченным возможностями слуха судно переводом есть маленькие такие видео поэтому 25 путеводителей по сорок девять у нас территории 43 в пемском крае по половине короче говоря пемского края у нас изданы путеводители получили разные номинации на федеральном уровне есть у нас дипломы министерства печати и информации есть премия перского края в сфере культуры вот это все ну знаки качества скажем тогда они не просто я говорю мы крутые люди посмотрели сказали да это то что мы рекомендуем поэтому путешествия по городам и селам пермского края они вот с 2008 года стали для меня более осознанными я не просто любовался красной природы окружением реками закатами восходами я это перерабатывал и уже смотрел глазами следующих людей которые придут за мной и мы издадим именно такой хороший путеводитель ну и еще один очень важный момент они у меня тоже как издатель хочу сказать это общение его много и я хочу сказать что у меня но качественное потому что люди с кем мы работаем над книгами ну это все люди образованные причем высшее образование является показателем да то есть это не про высшее образование речь идет до образованные многие энциклопедического ума у каждого богатейший опыт каждый из этих людей из авторов обладает мощной энергией ну потому что не каждый может вот взять и самоорганизоваться так чтобы ехать в экспедицию жить в каких-то полевых условиях есть непонятно что разговаривать с людьми которые уже прожили жизнь и вот как я сейчас очень много говорю потому что много прожил их могу много рассказывать а потому что мой труд и труд моих коллег мы моих партнеров да он материализуется и переходит к вам вы что-то прочитаете и возьмете для себя в качестве багажа и вот книги это тот мой вклад который я могу посильным нести в развитие нашей страны вот может быть это слишком прозвучало пафосно но это я говорю от души от сердца это это мой такой жизненный путь в издательстве да и не в издательстве тоже